Дарова дружище, сегодня мы с тобой посмотрим Создай свой Майнкрафт. Если что, у меня голос вообще скуксился, довольно не очень хорошо себя чувствует, так что не удивляйся, если что-то куда-то как-то меньше, вот что-то чего-то. В видео из серии научи блоки, сегодня поговорим про датапаки. В прошлом рассказывал про командные блоки. Они классные, но неудобные. Занимают место в мире, отправляют пакеты данных игрокам, которые к ним совершенно никого не имеют доступа, и как вишенка страшные лаги. И это понятно, ведь по ходу процесса, помимо команд, Майнкрафту также необходимо обработать редстоун сигналы. Я всегда, кстати говоря, удивлялся с этих командных блоков, типа, почему нельзя просто сделать какую-то штуку, что-то вроде команды, которая записывается куда-то. Типа, зачем конкретно блоки под это? И плюс, почему на блоках нету нормальных условий? Короче, командные блоки в Майнкрафте жутко недоделанные. Мало кто знает, но затем были функции. Тот же КБ, но текстовый файл. Стало получше. В кодинге появилось больше свободы. Например, раньше, чтобы сделать рейкаст, необходима была громадная цепочка КБ длиной примерно 200-300 блоков. Ахренеть. Эта цепь команд с математическими расчетами синусов и косинусов выполнялась страшно долго и имела к тому же относительно большую погрешность. Функции это, конечно же, исправили. Жить кодером стало проще, но вот игроки были явно в шоке. Ведь функции были совершенно непригодны для передачи друг к другу, а процесс настройки был стрёмен как балл сатаны. Но это лишь на первый взгляд. Ничего сложного по сути не было, но ситуация как с созданием сервера. Оно-то легко, но 98,8% игроков предпочтут этого не делать. И вот, наконец, датапаки. Их легко настроить, ещё проще кому-то отправить, ну и, конечно же, гораздо больше функционалов. В текущей версии игры... Что это такое? Я вообще не знаю, что такое датапаки. Ребят, в комментах расскажите. Мы сейчас, конечно, посмотрим видос, если он объяснит, то круто, но внезапно это какой-то Майнкрафт-наука пошла. Я этого не ожидал. Датапаки можно. Менять генерацию мира, создавать новые измерения, изменять некоторые ванильные структуры, добавлять ачивки, рецепты крафта, списки тегов и так далее. Типа блоки, которые может ломать дракон или, скажем, поднимать странный край. Лут можно менять, короче, руки развязаны конкретно. Но несмотря на то, что с каждой новой версией Майнкрафта список возможностей только растёт, некоторых по-прежнему не хватает. К примеру, добавление генерации своих структур весьма запарно, а потому самым простым и в то же время популярным методом добавления таковых является бедраковая сетка. Что это? Неизвестного автора. А быть конкретнее, метод генерации. Работает оно таким образом, что в каждом чанке на координате Y0 ставится блок барьера. Над ним, в свою очередь, блок бедрака и таким образом формируется некая метка, которой помечается данный чанк. Датапак его видит и в дальнейшем может пытаться что-то сгенерировать. Аналог всему методу важна система. Изобретена, которая, кстати, команда человека, благодаря которому я узнал всё то, о чём сейчас рассказываю. Охренеть, то есть ребята могут теперь спокойно в Майнкрафте делать моды при этом без помощи сторонних модов. Блин, как это классно. За ракете? Спасибо. Васт работает совершенно иначе, ну и функционал у него другой. Когда игрок садится на мобай, нажимает клавиши WSD, короче, вперёд-назад, влево-вправо. Быть может, кто не в курсе, это самые затёртые клавиши на клавиатуре. Но типа мало ли вдруг что. Короче, когда игрок садится, к примеру, на свинью и нажимает эти клавиши, то с мобай их можно считать. На этой основе, собственно, был сделан первый датапак на транспорт. Включает в себя много разных автомобилей. Охренеть! Что вообще происходит в Майнкрафте? Ёбин-бобин! Мобили, которые вроде как просто ездят, но в то же время процессов там происходит столько, что квантовую физику объяснить проще. Дело в том, что там используется математическая матрица, благодаря которой машины могут вращаться по всем трём осям одновременно. Как результат, иметь вменяемую физику. Вау! В Майнкрафте. Физику. В Майнкрафте. Типа три колеса будут крутиться нормально, а четвёртые пробуксовывать, если находятся на песке. Чё-то душит. Физика, математика, Майнкрафт. Предлагаю немного расслабиться. Ну, наконец-то. Блин, Вартантер у всех уже рекламу купил. Молодцы, молодцы. Далее, модератор известного датапакерского... Мне, как программисту, это дичайшо интересно. Я понимаю, что тебе может казаться это душным и непонятным. Типа, блядь, ничего не понятно, но очень интересно. Короче, если что, если ты вдруг не понял. Датапаки, я так понял, это возможность писать свои коды, свои моды в рамках Майнкрафта и при этом спокойно их передавать друг другу. И таким образом, при помощи функции всего такого сделали машины, прям с физикой конкретной. Наверное, они просто рассчитывают каждое колесо отдельно и всё. КВСНГ сервера Swimperia, Хантер и Капик, совместно сделали более доработанный датапак на ту же тему. В отличие от прошлого варианта, вышел он куда более играбельным, ведь колёсной техники там попросту не было. Всё потому, что математическая модель была попроще, Майн грузил не так сильно. Вопреки расхожему мнению, датапаки не являются полноценной альтернативой модам. Это факт. Ну, я, да, но функций меньше, но в принципе... Возможностей меньше, лагов больше. Часто люди спрашивают, что работает лучше, они или всё же моды. Однозначного ответа нет, ведь всё зависит от того, как ты будешь использовать тот или иной инструмент и сколько нагрузки на него дашь. Ну, по идее, моды. Поразительно, но, как ни крути, моды лучше. На функционале датапаков вполне можно сделать какой-нибудь Вайнмайнер или Трикапитейтер, даже лагать не будет. На сервер такое, естественно, лучше не ставить, серьезные датапаки нормально работают только в одиночке. К сожалению, известных... Блин, ну, конечно, могли бы сделать и получше вещи вот эти авторы Майнкрафта. Впечатляющих датапаков особо никаких нет. Есть много прикольных, но вот прям выдающихся действительно мало. Единственный датапак, который ты, вероятно, хоть немного знаешь, это Blazant Caves. Тот, который на 800 плюс достижений. Хотя, есть еще прикольная карта, сделанная чисто на датапаке. Да, та самая про Гарри Потёртого. Людей, занимающихся этим ремеслом, крайне мало. Из самых известных лишь Зеро Кэти и Бигсти. Возможно, еще кто-то. Тех же, кто занимается этим типа для души куда больше. Но что-то по-настоящему интересное в тех кругах проскакивает крайне редко. Ты не поверишь, но у датапаков также бывают ядра. Прям как у модов. Плюс и минус уважающим себя автором писать одно и то же в каждом паке, конечно же, лень. А потому они делают ядра с набором определенных функций, которые часто используются в создании новых. Теперь ты, скорее всего, понял, зачем, в принципе, нужны ядра. Но вот зачем нужны функции? Все просто. Через ванильные никак нельзя добавить кастомные рецепты с NBT тегами. Это и не блок, и не энтити, коим является, например, та же рамка. NBT это урон, название, содержимое сундука, зелье. Генерацию своих постройок при помощи ванильных функций добавить также нельзя. Короче, если творческие мазохисты просто игра в Майнкрафт тебя не особо привлекает, то можно начать создавать что-то свое. Но лучше использовать для этого моды или лучше взять Юнити и написать на Юнити какую-нибудь нормальную игру, если честно. И это гораздо более эффективно и тем более ты можешь потом это монетизировать. А если на Майнкрафте ты хочешь, то лучше напиши плагин на сервере. Это гораздо эффективнее. Плагин на сервере я писал, в принципе, они нетрудно пишутся и гораздо больше возможностей. И плюс к этим плагинам можно привязать forge, ну, то есть соединить серверы моды и просто таким образом ты вообще всего чего угодно можешь добиться в Майнкрафте. Если не окунаться в сложные математические функции, которые в целом редко требуются для создания каких-нибудь несложных карт, датапаки это очень просто. Коль введем на эту тему, то не стану, пожалуй, грех брать на душу и покажу вам это. Работы самого поистине гибанутого датапакера в Омлечном Пути как минимум. С версии 1.4 он изучал команды, чтобы творить жесть. Чтоб ты понимал масштабы, этот человек сделал эмулятор Atari. Это консоль такая. В качестве нулей единиц использовал граби и землю. Один кадр обновлялся около часа, но мать его это работало. Из крупных ру-ютуберов, которые дело о сие давно забросили, были лишь, по сути, Скрепка и Бриксон. Есть также много интересных проектов, делают которые буквально ноунейм персонажи. Вот, например, датапаки часто бывают несовместимы между собой. Ведь новые сущности они не регистрируют, а работают с ванильными. Если вкинуть пару пакетов, использующих одновременно, скажем, блок земли... Очень странный контент у этого чувака. Квадратный, странный. Он мне нравится, но, блин, он такой причудливый. То есть он рассказывает про Майнкрафт. Именно такие очень заумные, очень серьезные вещи, которые не уверен, что прям суперинтересны самим Майнкрафтерам. Но вроде бы смотрят, не знаю, молочина, молочина. Такого контента нет ни за рубежом, ни у нас. И это очень круто. Прям очень круто. Мне нравится. Я надеюсь, тебе тоже. А пока подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Я уже знаю, что я в следующий раз посмотрю. И да, на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.